Дорогие телезрители Здравствуйте, Родион! Как вы считаете, что главное в пении? Техника или душа? Души без техники полно в караоке. Техники без души полно в... Нет, я хотел сказать в академическом пении, но люди обидятся. Техника без души тоже бывает, и это никому абсолютно не нужно, потому что от песни человек хочет не безукоризненной техники вокала, а все-таки какой-то души. Вот простой пример. Вспомните, на Евровидении выиграл человек из Португалии. Очень необычный такой парень с длинными волосами. Без диапазона вокального, без каких-либо там, так сказать, школы какой-то вокальной. Насколько это было трогательно. То есть я весь в мурашках сидел. Вот. То есть важно уметь донести то, что ты поешь. Буду тут непреклонен. Он, конечно же, вокал, отточенный вокал еще никого не портил. Но отсутствие энергетики, к сожалению, заметят все. Я считаю, для артиста важна уникальность. Потому что некоторые люди с небольшим диапазоном обладают уникальными тембрами, какими-то теплыми, какими-то красивыми. И порой необязательно там какие-то небеса прошибать высокими нотами. Во всем есть своя эстетика. И все зависит от стиля музыки, опять же, который ты поешь. И от твоих природных данных. Просто нужно их в себе правильно, качественно использовать. А вот насколько важно на данный момент иметь широкий вокальный диапазон для артиста? Играет это какую-то роль? Это не играет никакой роли. Это зависит только от того, какой репертуар вы выбираете для себя. То есть можно на семи блатных аккордах петь, и никаких проблем нет. И эта музыка очень часто заходит людям. Они с удовольствием поют в караоке. Чем, как вам сказать, изысканнее вокал, и чем он неповторимее, тем тяжелее людям сделать песню хитом. Потому что они успеть просто не могут. Как вы считаете, успех – это везение или работа над собой? Успех – это форма из трех составляющих. Это, конечно же, работа, это талант и это везение. Если один из этих коэффициентов равен нулю, то ничего не получится. Ну, безусловно, успех – это, знаете, соотношение, баланс абсолютно всех составляющих. Но, конечно же, самое главное – нет результата без усердной работы. Даже какой бы ты ни был талантливый, надо очень-очень много трудиться. Ну, успех – это сумма качеств, да, как бы работа над собой, и везение, и талант, и умение себя, так сказать, преподать. И, наверное, самое главное – это такая безусловная вера в то, что я крутой. Нет смысла слушать людей, которые вас не верят. Это абсолютная ложь. Это их личные валлюцинации на ваш счет. Если человек занимается музыкой и стоит на сцене, он должен быть грамотным, правильно подготовленным музыкантом. То есть учитесь в музыкальной школе, дорогие дети, дорогие подростки. Все те, кто хотят быть звездами, настоящими. Очень часто продюсеры, например, говорят, вот ты вышел с одной песней, типа как я с полетом, вот и пой именно в такой стилистике всю свою жизнь. Не надо так делать. Развивайтесь, живите на полную катушку. Сегодня можно все. Самое главное – чтобы песня была честная, чтобы вы выступали с кайфом, чтобы энергия из вас шла самая наимощнейшая и дарила прекрасное вашим зрителям. Смотрите, пожалуйста, программу «До семнадцати и старше». Друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал «До семнадцати и старше». Оставляйте свои комментарии обязательно, они нам очень важны. А также ставьте лайки и пишите, кого вы хотите видеть следующим гостем в нашей студии. Какой фильм вы порекомендуете посмотреть нашим телезрителям? О, хороший вопрос. Я посмотрел недавно «Веном 2», «Дюну», естественно. Я думаю, что на момент локдауна все это выйдет уже в стримах, поэтому можно посмотреть. Я наверняка думаю, что вы это уже смотрели. Это от мала до велика. Это чудесный совершенно фильм. Это мультик. На самом деле это Дисней, добрый мультфильм про музыку, про жизнь и про смерть. «Душа». Посмотрите «Душу». Это совершенно универсальный фильм. Есть, конечно, «Любовь и голуби», мой любимый фильм. Когда у меня хорошее настроение, я это смотрю. Когда мне грустно, я опять же смотрю этот фильм, потому что мой любимый фильм. Родион, как вы восстанавливаете свои силы, свой голос после концерта? Я сплю. А есть какой-то магический ритуал? Ну, я на самом деле сейчас как раз в Инстаграме рассказываю про курс зарядки, который позволяет за 15 минут с утра прокачать полностью организм. И этот курс зарядки, он основывается на правильном дыхании. Ритуала как такового нет. Но мне больше всего помогает, конечно же, сон, если я высыпаюсь. К сожалению, выспаться в порог невозможно, но поспать достаточно. Артистам редко удается. Ну, после концерта, если есть возможность не петь целый день, допустим, в следующий, лучше всего не петь. Потому что если я, допустим, ударился обо что-то, то мне лучше еще сутки этим местом ни обо что не ударяться. Перед концертом желательно помолчать, много не говорить. И учитывать, что после концерта тоже нужно молчать. Это самое сложное, потому что, как правило, к нам заваливают в гримёрку друзья, знакомые, поклонники, все хотят получить автограф, рассказать последние новости. Ну, и, конечно, от нас ждут такого же замечательного приема. А я стою и как рыба. Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое, что бы вы изменили? Что бы я изменил? Я, наверное, больше бы занимался музыкой, чем занимался, в принципе. Мама меня все время заставляла. Я думаю, девочки могут сказать то же самое. Ничего. Почему? Потому что сейчас все, что было в моем прошлом, является очень хорошей опорой, опытом и хорошими, так сказать, скиллами для того, чтобы жить в настоящем. То есть даже что-то было, если не так, то я это смог использовать, так сказать, как-то во благо и помогать людям там, да. Вы знаете, столько всего хочется сделать. Но, конечно же, я бы все сделала бы для того, чтобы не было пандемии. Могу ли я об этом сказать? Но, конечно, я бы хотела, если вернуться в прошлое, чтобы была жива моя мама. А я вот специально бы все изменил. Потому что я уже прожил одну жизнь, надо жить другую. Вернее, проживаю. Я еще не прожил ее. Ну, как бы уже все понятно. Но, в общем, я бы что-то другое сделал. Смотрите программу «До 17 и старше» на телеканале TVM Channel. А как вы считаете, насколько для артиста важен его образ и стиль в одежде? Чрезвычайно. Вот ты, когда сегодня шла ко мне на интервью, ты же думала о том, в чем появиться? Ну, значит, это важно же, правда. А над своим образом вы сами работали или стилист? Слушайте, над моими образами работают многие люди. Но, конечно, без моего ведома ничего не происходит. И я все утверждаю. Я утверждаю одежду, образы, кто как я хочу выглядеть. У меня есть стилист Лида Кардава, которая привозит мне очень много одежды. Но что касается сценических образов, это в основном моя личная инициатива, моя личная работа. Для артистов очень важен стиль и образ в одежде. Для меня нет. Платье делала Ануки Аришица. Это грузинский дизайнер. Нам понравилось. И, конечно, я в этом случае обязательно советуюсь продюсером, который уже много лет работает со мной, поскольку он является моим родным братом. Я очень спокойно всегда отношусь к одежде. То есть это редкий случай, когда я достаточно пестрый. В основном я сдержанных цветов придерживаюсь на сцене. Но есть те артисты, у которых стиль сам по себе подразумевает. Сразу перья, цветные пиджаки и брюки. Им, наверное, это подходит. Встречают по одежке, а провожают уже по вокалу. Поэтому в любом случае одежда, имидж, прическа, макияж, аксессуары – это все большое значение имеет. Кто вам подбирает ваши наряды или вы сами? Ну, вы знаете, как правило, я подбираю сама. Но есть стилисты, которые работают. Потому что концертов огромное множество. И платьев нужно огромное множество. И плюс я делаю шоу. А у нас шоу как минимум из пяти, а то и больше образов состоит. Поэтому, конечно, и шьем, и вяжем, и рисуем. Но вот в данном случае здесь дизайнером выступила сама Вивьен Вест. Какие профессиональные рекомендации вы можете дать новичкам, кто вот только покоряет сцену и кто только начинает развиваться в этой сфере? Ну, я вам хочу сказать, что вы должны просто выступать побольше, петь побольше разного репертуара. И чувствовать просто, что вам ближе всего. Потому что очень скоро, когда вы там отпоете лет пять хотя бы, по конкурсам вы поймете, какой стиль вам ближе всего. И в зависимости от этого сделайте свой выбор. Ну, а если вы пишете сами песни, не бойтесь, как авторы, петь разную музыку. Ну, самое главное верить в свои силы. Никогда не останавливаться. Никогда не останавливаться на достигнутом. Быть очень самокритичным. Никогда не говорить, что все, я сделал, я такой замечательный. Ставить цели, делать все возможное, работать много для достижения цели. И, конечно же, получать удовольствие от того, что происходит в жизни. Я не люблю ничего рекомендовать, потому что вот то, что сработало для меня, может, не сработало для них. Но я вот сейчас говорил на сцене, и могу повторить то же самое, что практически вот все, а в меня почти никто не верил. Все говорят, ты тунеядец, ты там, там, голоса нет у тебя, там, бабушка у тебя талантливая, а ты нет, как бы, и так далее, и так далее. Вот. И все, кто в меня не верил, сейчас меня хвалят. Я думаю, что самое главное для начинающего музыканта – это иметь глобальную мечту, к которой будет устремиться. То есть большую, большую мечту. Она хотела сказать, что мечта должна быть большой, огромной, настолько большой, вот как планета. Обязательно нужно как можно больше заниматься, как можно больше разучивать песен, как можно больше работать с педагогами, чтобы они подсказывали какие-то вещи правильные, ну, так, как нужно себя вести на сцене. И мне кажется, все тогда получится. А смотрите программу «До семнадцати» и старший на канале TVM Channel. Вот на такой теплой ноте я заканчиваю свой репортаж. Я присоединяюсь ко всем пожеланиям и хочу добавить, что без труда не выловишь и рыбку из пруда. Поэтому старайтесь, совершенствуйтесь и не бойтесь принимать участие в конкурсах. Ну, а с вами была я, Елизавета. До скорых встреч в эфире. Друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал «До семнадцати» и старше. Оставляйте свои комментарии обязательно, они нам очень важны. А также ставьте лайки и пишите, кого вы хотите видеть следующим гостем в нашей студии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал. Продолжение следует...